Я нахожусь в доме музея Александра Чавчавадзе в Тинандали. Сейчас я расскажу историю, которая случилась здесь в 1854 году. Усадьба в селении Тинандали в Кахетии – родовое поместье князей Чавчавадзе. Усадьба с европейскими интерьерами. Вокруг разбит английский сад. Здесь растет знаменитый сорт винограда Тинандали. В княжеском имении Чавчавадзе гостили Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Александр Рибоедов. Автор «Горе от ума» также стал зятем семейства Чавчавадзе. Банда-предводителя северокавказских корцев Шамиля 4 июля 1854 года совершила набег на поместье, воспользовавшись отсутствием мужчин в доме с целью грабежа. Примерно в то время путешествовал по Кавказу Александр Дюма-старший. Он написал книгу «Путешествие на Кавказ» и в ней вот так описал грабеж в Тинандали. Каждый уносил, что мог, не зная цены того, что уносил. Один шали, другой посуду, тот серебро, этот кружевные уборы. Грабители ели все, что попадалось, даже мелки, назначенные для игры в карты, помаду. Они пили из бутылок розовое масло и клещевинное. Для них было все равно. Один лесгин ломал великолепные серебряные блюда, чтобы свободно уложить их в свой мешок. Другой запасался сахаром, кофе и чаем, упуская из виду этих малоценных предметов вещи более драгоценные. Третий заботливо прятал медный подсвечник и пару старых перчаток. Все это представляло в одно и то же время сцены варварские, ужасные и забавные. Бандиты Шамиля пленили 21 грузинских женщин и детей и одну француженку-гувернантку, которые впоследствии будут освобождены за выкуп. В числе пленниц могла быть и восьмилетняя Соломя Джавджавадзе, внучка Александра Джавджавадзе, который приходился тестям Александру Грибоедову. Когда Арава Шамиля с выстрелами ворвались в усадьбу, Соломя играла у дома. Не на шутку испугавшись, девочка пустилась в бегство. Словно прозвучала команда «Кто не спрятался, я не виноват». Побежала в сторону часовни, что находилась на берегу притока реки Алазаньи. Соломя вспомнила, что там росло дерево с большим дуплом, где она скрывалась, когда играли в прятки, ее никто не мог найти. Еще мгновение и Соломя была у дерева, нырнула в дупло и замерла. Около одного часа приносились выстрелы, крики, треск разбивающихся стекол и зеркал, звон, катящийся по паркету посуды, крохот ломаемой мебели. Поблизости звучала речь мужчин на незнакомом языке. Девочка не была обнаружена хищниками Шамиля. Это дерево-спаситель живо до сих пор. Сохранилось и дупло, несколько увеличившись в размерах. Мы попробовали воссоздать картину чудесного спасения Соломе от пленения. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ